Несколько дней потребовалось, чтобы устранить угрозу подтопления частного сектора в Тайшете. Для этого дорожники с помощью экскаватора расчистили русло ручья «Зуевский ключик». Теперь вода не должна выходить из берегов и угрожать участкам и домам. А вот на улицах между домов Иркутска спецтехники пока не видно. Как результат, дороги завалены снегом. Это сказывается на безопасности автомобильного движения. Когда же коммунальщики приступят к расчистке проезжей части, расскажем в следующем материале. В противостоянии автомобиля и кучей снега побеждает последняя. И машина лишается переднего фонаря. Транспортное средство занесло на дороге. Причина – плохая уборка иркутских улиц между дворами. Соцсети заполонили видео подобного рода. Эти кадры демонстрируют превосходную реакцию владельца регистратора. Иначе пришлось бы отмечать день жестянщика. В случае же аварии добиться компенсации за ремонт у ответственных за расчистку дорог было бы очень сложно. Я не слышал ни разу, чтобы управляющую компанию привлекли к ответственности за нехалатное отношение к содержанию проездов, из-за которых произошло ДТП. В любом случае должна быть экспертиза того, что именно условия дорожные повлекли вот это ДТП, а не действия водителя. А вот эту экспертизу провести у нас, к сожалению, возможности нет. Январь только вступил в третью декаду, а в городе уже выпало более месячной нормы осадков. Снегоуборочную технику первым делом бросили на очистку главных улиц. А вот до внутриквартальных проездов дело пока не дошло. На придомовых территориях убирать снег с дорог обязана управляющая компания. Но еще не везде коммунальщики приступили к своим обязанностям. Для них это может обернуться штрафом – от 5 до 55 тысяч рублей. Но такие санкции не ускоряют уборку улиц. Есть проблемы, не очень хорошо оцениваю. Есть вопросы, которыми нужно заниматься, в том числе и нашим службам, не только коммунальным, которые непосредственно отвечают за внутриквартальную уборку, но и автодору. Конечно, понятно, что когда разговаривают с руководителем, говорят, что дневное время крайне все. В центре осложнена уборка в связи с наличием большого количества припаркованного транспорта. Поэтому решено производить уборку междворовых улиц в ночное время. А вот вывозить снег не обязательно, его можно оставлять во дворах. Главное, чтобы он не мешал движению машин и пешеходов. Естественно, закидывать снегом нельзя зеленые насаждения. Иначе по весне, когда снег растает, на придомовых территориях придется решать новые проблемы. Олег Федоров, Виктор Черкашин. Новости по будням.